Где моё ружьё? Смотрите, это исторические промышленные здания Советского Союза, так сказать, понимают целый район. Можно сказать, даже полтора района. А воняют на всю область. Прекрасно. Не, ну как же тут воняет, а? О, кипяток. Выливается кипяток. Вот в бункер дорога открыта. Круто. Друзья, расступитесь. Ага. Ага. Молодцы. Пахнет хозом, ну что могу сказать. Самый мой нелюбимый перекрёсток. Дэм. Мега торжественный спуск. Довольно-таки старый. Сзади машина. Ага. Едем вниз. Проезжай давай. Прям еду по краю. А теперь за ней. Как-то ударило, блядь. О, промассаж. Ребят, ездила гусеница, теперь массаж. О, хо-хо-хо. Попробуйте покатать когда-нибудь вот по таким следам от гусеницы. Удивитесь, что с вами будет происходить. Может, даже кому-то понравится. Проезжаю Васильевские озера, может, кто знает. Давно тут катали. Первая серия, кстати. Были у меня на канале именно здесь. И был такой случай, что я попал на Первый канал или на Россию. Я не знаю куда. А по-моему, на Россию. Мы попали под грозу, под Левендики. Отсюда уезжали. Поехали через промзону. Я там дико кричал. Приморал. Визжал, как свинья. И именно вот этот момент дичайший они взяли и добавили в выпуск. Но, разумеется, все не так радужно, как я вам рассказываю. Велопутешествие – это тяжелая каждодневная работа. Крутить педали по много часов в день. Ночевать под открытым небом. А главное – не иметь абсолютно никакой защиты от непогоды. Нет, на это способны только самые стойкие. Они что-то там про велосипедов снимали какой-то сюжет. Вот такие дела. Был бы квадрик, я бы вам показал. Там такой прикольный полуостров есть. Но сейчас сюда не поеду, потому что я хочу побольше в полях поездить. Вот. Обожаю такие мосты. Просто балдею. Там так прохладно. Ва! Он мне все испортил. Рыхлый песок справа. Так. Машин нет. Значит, все хорошо. Уъезжаем на трассу. И едем. Трасса прекрасная. Любимая трасса для наших спортсменов на шоссерах. Широкая бочина. Она почти плоская. Но и длинная. Поля уже убирают. Я все-таки один раз успел поездить по неубранным, созревшим. Очень красиво. Крутая работа у него, конечно. Наверное. Наш, точнее, мой культовый пассажирский вагон. Так его не спилили и не порезали на металлолом. Стоит он тут, стоит. Причем рельсы тоже не используются. Ну, понятное дело, он тут стоит. Сюда и спускаться не пойду. Потому что мне лень. Ну, вот, вы видите, он горел много раз. Ржавый. Приходите, устраивайте фотосессию, так сказать. Внутри можно жить, ребят. Возьмите на заметку. Проехал сортировочную станцию. Она под колючкой. Относится она к заводу химическому. Один раз, помню, мы на нее залезли. С велосипедами. И нам пришлось перекидывать их через забор. С колючкой. Не знаю, что бы нам сделали, если бы нас нашли. Но я тогда, кстати, не записывал. Видео жалко, конечно. Ну, было весело. О, шоссер едет, ебутся. Поздоровается ли он со мной? МТБшники вот никогда не здороваются. Поздоровался. Вот что значит шоссер, а? А вот на МТБ меня игнорят. Подъезжаем к самому большому аммиака, производящему заводу в мире. Я, кстати, не шучу. Производит здесь аммиак. И производит его очень много. Вот, смотрите. Довольно узкая дорога здесь. Не нравится она мне. С множеством поворотов, спуски, подъемы маленькие. Не видно ничего. От греха подальше. Съезжаю на обочину, когда едут машины сзади. Даже когда нет встреч. Вот как сейчас. В последнее время у нас очень много велосипедистов сбивают. И приходится что-то предпринимать и как-то думать. лучше я съеду, чем окажусь под машиной. Вот, машина едет в повороте. А я тут как тут. Им просто нет места, где ехать. Ну и мне тоже. Так что, будьте благодолгородумны, ребятки. Не бычьте на дороге. Иногда вы правы, но вы меньше весите. И так, если кому-то что-то говорит, а местные меня смотрят, то я уже по волосам. Вот. Средний у меня 21 по асфальту. Я считаю, что очень круто. Для 26-х колес такой резины. Ну и для меня в целом результат очень хороший. Прекрасно я, ну прекрасно. Ну прям комфортно я не могу. Привет, собака. Сейчас еду 30 километров в час. Вообще не напрягаюсь. Походу тут спуск. Да, и походу спуск. Едется вообще очень комфортно. Никогда там не было. Ничего не болит. Ни глаза, ни голова, ни ноги не занятся. Я в шоке. Огромная битаническая херотень. Синяя, свистящая. Что-то связанное с газом. У любого тут где-то макерочек есть. Вот, убежище 780. А я говорил, открытое, но за решеткой. Проветривается. Так, асфальт закончился. Вот асфальт. Сейчас, значит, покажу, какая у меня средняя, сколько я проехал. Я даю 1.35 Расстояние 33,5 километра и средняя 21,1. Бля, песок рыхлый. Жесть какая. Очень рыхлый песок. Прямо невероятно. Блин, это реально невозможная дорога. Если бы не было сейчас не пойми чего, почему я еду, я бы умер, потому что справа ехать невозможно. Заехал в какое-то село, по идее это песковые. И первое, что меня встретило, это прекрасный запах коровника. Справа от меня поля, слева коровник. Прямо по курсу бескрайней просторы. Куда еду, зачем еду, непонятно. Надеюсь, камера не залагала. Какое оно зеленое. По крайней мере, в моих очках оно очень зеленое. что я хотел сказать. пути уже 40 километров. Еще даже обеда нет. Общее время, наверное, у меня где-то 2 часа 20 минут. По часам посмотрел. Едется очень удобно. Не знаю, почему. Может, из очков, может, из шлема, потому что не печет. Но факт того, что я полон энтузиазма. Хочу говорить ехать. Что-то точно хорошо. Сейчас будем доставать батончик. короче, первая моя за 40 километров. Вот велосипед. Собственно, седло великолепное. Может быть, оно и чуть жестковато, но мне кажется, идеально вообще. Хотя нет, нифига не жесткое. Вот для такой резины. Скорость 21. Мне кажется, вообще замечательная. Пока я ее держу. Не знаю, может, мне телефон врет, но мне кажется, это неправда. Ну, я думаю, всем интересно, что я ем. Вот. Это моя первая еда вот за сегодня. Я кто посомневался. Перед не батончик, а кашка. Сейчас будет очень ответственное задание проверить наполненность гидратора. Что-нибудь видно вам? Офигеть. Наверное, где-то полторашка осталось, двушка. Сейчас самое интересное начнется. Выйду на перпендикулярную дорогу ко мне и там будет дорога через поля. Посмотрим, что там начнется. Надеюсь, все будет хорошо. Так, вот перекресток значится. И значится, я смотрю, куда мне ехать. Так, направо, налево. где-то скоро будет поворот. Рассмотрели? Молодцы. Внимание. Охота без путевок запрещена. Ведется фото-видео фиксация. Ради бога. У меня тоже ведется все прямо сейчас. Вау. Слушайте, а что это такое? Что оно такое белое? Видно мне в очках такое белое. Ох, какое оно бескрайнее. Что это? Что это такое? Интересное. Очень красивая штучка. О, велосипедист. Смотрите, и видим по-красивому полю. день добрый. Поля очень красивые, и главное, что они еще здесь. Их не собрали, не убрали. И в очках они кажутся красивее, бизнес. Просто красота. Поле все-таки это интересные такие места. Я сейчас скажу почему. Ну, конечно, она уже, наверное, не рабочая. Там закрытая, перезак... А, это просто карта пятерочки. Понятно. Я-то думал, стану богатым, куплю себе велосипед. А, нет. Показалось. Ну, что же, едем дальше. Уже вижу первые дома. Это значит, что я проехал от одного села к другому через поле. Ну, это хорошо. Хороший номер пола, кстати. Хороший номер пола, кстати. Вот это ветер. Ахм. А вот магазин, кстати. Сейчас посмотрим. Что надо сказать, ребят? Сейчас будет пир. Пир на весь мир. Блин, ветер дикий, ужасный. Блин, поздно. Пожар, поздно. пособнажаю. Ай-яй-яй. Ребята. За ваше здоровье. очень хорошее морозное. Не стоило вроде не особо дорого. Вот это все, вот эти два болотца. это платная рыбалка, ребят. Значит, тут есть камыши и вода. Вот. Мне надо вот туда, к тому лесу. Вот где КамАЗ что-то там с комбайном делает. Вот мне именно туда нужно. На юг получается. Если они меня не пропустят, конечно, это будет фиаско. Ну, я же не рыбачить, правильно? Я же проезду. Так что поехали. Здравствуйте. Проездом просто опускайте? Еще раз. Проездом просто опускайте? К сожалению, у нас есть дробалка. Просто дробалка. Просто дробалка. А тут объехать негде, да? Ну, можно, только вот так, с той леса и с той стороны. Но не так. Вот с этой, да? Ну, вот этой дороге поедете, будет поворот в дорогу. Ага. В общем, есть дорога через дорогу. В поле. Я не знаю, по ней ехать или до села уже доехать. Село-то вон, по картам, там дорогу прям видно. А тут я не знаю, куда она уходит. Вдруг она опять к этим помойникам выйдет. Ну, еду, короче, до села. Прекрасные облака. Гробнины замечательные. Мусорка. Мусорка. Ну, читается, как мусорка, мне налево. Так, проехал село, открылся прекрасный вид и не особо понятно, куда мне ехать. Ну, я по картам вижу, типа, куда дорога идет, но здесь много дополнительных таких-то дорог. Непонятно. Ну, поеду вот так. Блин, тут песок. Вот, песок это плохо. Слушай, мороженое очень сильно помогло. Без него, наверное, энтузиозно не еблю. Бля. Кажется, что он у меня сейчас кончится с этим песком. Песок меня полностью съел. Сзади вот такой вид. Знаете, я помню, я сделал первую свою сотку и все-таки психологически сложен такие километры брать. Сейчас вот мне абсолютно вообще пофигу. Типа, я иду непонятно где, один, я не знаю, куда я выйду, и получится ли у меня там проехать. Я просто иду, я ни о чем не думаю. Я стою по сторонам и я смотрю, как круто. До этого, конечно, было не так. так что к такому делу тоже нужно прикататься, почувствовать, понять, что это такое. Ого, там дом, представляете? Вот там. Офигеть. Ладно, я поехал. Кстати, вот где деревья растут, зеленые, там по идее речка проходит, но она сейчас пересохла. насколько я вижу, она сухая. Блядь, сток отворотительный. Да, ну слушайте, тут поинтереснее, конечно. Хорошо, что я здесь поехал, через лес. Аааа, на мне гидратор капает, ааа, надо его закрывать. Потому что очень хорошо, что я через лес не поехал. Это выезд через лес, он заросший, как бы я там поехал. Вот, что значит правильно выбрать дорогу. Посмотрел, правильно ли я еду, все правильно. Там стоит дом на холме. Интересно, какой у него веток, во-первых. Интересно, во-вторых, что это и зачем. хотя бы я тут не один. Там всего 2,3-3. Конечно, дорогу не продавили, она как-то разкастилась. В пути. Уже 69 километров. Там наши трактористы остались. Сейчас мне, по идее, нужно вернуть направо и ехать прямо, куда не сворачивая. Жесть, то ли 10 километров. Короче, не знаю, возможно ли это. Я надеюсь, там не будет больших перепадов высот. Еще бы хотелось где-то сейчас остановиться, поесть, потому что у меня с собой есть еда. Но тут нигде сесть и наше поле правильное. Какая-то поливалка, хотя бы на нее забраться и езды. Там тоже трактористов вижу. Но поля, конечно, вообще прекрасно. А небо... Замечательное. Ну что, поехали? В ту сторону. Смотрите. Полторашка воды. Пола тут. И смотрите. В четыре ряда батончики наши любимые. Зляковые. Вот. Сейчас мы его заточим. Тут у нас арахиспорту есть. А-а-а-а. Вот замотался ехать по полю. Появилась какая-то сонная слабость. Наверное, надо поесть нормально. Кстати, я уже по часам еду 73 километра. Я еще толком нигде не вставал дыхать. Мне кажется, это очень неправильно. Офигеть. Я вот все это время еду и никого не встретил, ну, кроме трактористов. Это круто. О, чтобы мы знали, это что же такое. Ребята, это, короче, макароны. Макароны с курицей. Очуметь. Вот такие вот дела. Вот это я, ребят, знал. Вот это да. Просто курица с грибами. И лапша. Ммм. 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 Ну что, ребят, целый контейнер курицы ушел. Курицев, сливков с грибами, да. Это очень важно. Если бы она была без сливок и без грибов, это была бы просто курица с макаронами. Так что, все уничтожено, благополучно. Все залезло. Настроение сразу лучше. Всем привет. Моментально. Не поверите, да? Как все-таки действует и данный человек. Сейчас все бахну вот в той шняге черной бутылке. Вообще все полетит. Уже сколько? 4 часа дня. Время идет. Место на флешке тоже кончается 32 минут. Сейчас только что не выпаднялась. Я вообще офигел. Так что, что? Кушайте, ребят. Ешьте. Жарите. Это очень важно. вот. А я сейчас буду вот... Здрасте. Представляете, ребят? Мужик в униформе от AMD. Вот это называется мое уважение. Сейчас будет промечивый шаг по карте. По карте дороги тут нет. По сути, она есть, но она такая, знаете, хиленькая. Что я могу сказать? Ничего. Я по ней поехал. Макароны все плохо. Дорога пропала. Я еду непонятно куда. Вот, валяем. Что делать? Так, я вернулся, откуда я приехал. Знаете, что? Этой дороги нет. Я профукался. Профукался. Промукался. В общем, ситуация какая. Вот в той стороне там что-то какого-то оврага или какой-то хрени непонятной. Но Страва мне проложила там маршрут. Дороги там не было. Я поехал здесь. Посмотрел по хитмапу Стравовскому. Все тут ездили. Но опять же, если я поеду туда, то я смогу выехать вот на ту непонятную дорогу, где на хитмапе ее почти не видно. Но маршрут мне там проложила Страва. Или я могу поехать здесь и поехать там, где мне нужно. Только без вот этих всяких непонятных я сейчас сидел и думал. Потому что там в конце вот выезд на ту дорогу, где у меня проложен трек, там краска хитмапа заканчивается метров за 600-500. Я не знаю, там тупик что ли? Или она просто не прокрасилась, я не знаю. что мне сейчас делать? Короче, я не знаю. Я сейчас поеду туда, посмотрим, что получится. Полена пятого уже. Я тут рядом с цивилизацией. Там там все уходим. Там компьютерка спитная. Все дела. Утилку. Ну, Выпил, кстати, все. Мусор вот у меня в боковом тормане. Не обманула меня карта все-таки. Ну как, наполовину, конечно. Она показывала, что выезды здесь нет. А выезд-то вот оно. Ну все. Дорогу нужную я нашел. Снова едем. По часам уже 83 километра. Офигеть. Нашел дорогу, которая мне нужна. трек у меня прокладывается вот здесь. Я сейчас еду. Остановился, перелил с бутылки в гидратор воду. Взял воду с лимоном. Вот такие дела. Ребят, ребят, эти блядь, пропадки. Бегут вперед. Вау. Где мое ружье? Офигеть. перепелки. Как их называют? Ну вы поняли. Маленькие съедобные птички. Такое интересное поле теперь. На котором ничего нет. В пути 88. А тем временем слева хорошее такое подсолнечниковое поле. Сейчас покажу. Не поленюсь открутиться. Вон оно. Выпил целую ну не целую. Там наверное 0,5 0,4 где-то колы и прям посвежее стало. Или наверное скорее всего курица дошла. Курица дошла наверное да. Все вместе. Ехал бы и ехал. 22 минуты записи осталось. Не знаю долго до дома еще не долго но солнце затучим и все отлично. У многих кстати жуть какие грязные. Кажется дорога заканчивается и начинается хрен пойми что. Интересно у нас права есть нет? Потому что это не дорога. Это какой-то бред. Что это такое? ехаю по полю а я не хочу. Блин ребят я сегодня превзошел сам себя прикольно прошляпил поворот где-то вот там должен поворот слушайте на этом поворот не видел вот где-то там где он там может быть тут перепахано все куда я залез зачем я это делаю пойду с той стороны чтобы было видно офигеть трава дом моего да разыгрывается настоящая драма или комедия я не знаю вот смотрите показывает мне карта точнее мой трек построенный в траве что тут есть дорога налево ее тут нет вот я у края подсолнух какие шкали высоки там пролетел камаз камаз он камаз мне нужно в противоположную сторону ехать не надо будет долго поля очень странная вещь тут дорога есть там дороги нет по картам непонятно куда ехать пыли да хрена интернета почему-то нет возможно потому что еду под лэб или что-нибудь она мешает я не знаю интернет я не смог выловить поехал короче потому что здесь свежая так сказать колея от камаз по сути мне надо на юг я еду на юг продолжаю плутать вообще непонятно дорога идет туда карта сюда я хочу туда что происходит вообще сейчас где-то она должна повернуть налево прямо на поле хер знает где это будет да поля штука непостоянная господи я нашел дорогу охренеть неужели да это дорога я ее искал место занято пасека 60 пчелосемей там пчелы пьют поехали отсюда меня уже жрут отстань от меня отстань отстань пчела ёпта быстрее на ту сторону я подошел мне сразу накинулись пчелы недоброжелательные пчелы 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 пока все прекрасно дорога есть дорога совпадает все ближе к городу по часам 98 слушайте ну я криков намотал получается вышло чуть-чуть побольше сотки чем ожидалось блин транслятор родной опять ты на меня смотришь вон оно а я крем на него езут в общем сегодня я употребил контейнер лапши с курицей два батончика златого мороженого настроение великолепное и силы есть ноги крутят слабости вообще нет что прекрасно и одновременно удивительно потому что после шестидесяти километров на сотках у меня обычно сила уходит куда-то все затекло никого не слышу никого не вижу едем дальше нам прямо хотя я сейчас по карте посмотрю тут дорога конечно хорошая лучше чем там да вот я по велоследам еду прям братишки половина седьмого настроение замечательно едем да облачность вся там тут безоблачно блин я вижу как они там летают господи наверное если я туда попаду они меня сожрут даже такая дилемма дорога мне нужна она вот через поле сразу оно конечно не такое огромное как те которые были часа два назад но я по нему буду идти долго я так надеюсь что сейчас просел упадет направо я отдался и пошел блин он охренеть как глубоко пашет земля очень мягкая а если вот туда я наступлю там край хризы был и мне там по колено будет хрень она просто уничтожает короче я его прошел вот выхожу наверх у меня все ботинки просто изнасилованы они такие грязные просто ужас куда едем начальник а вот кстати наш доблестный завод по идее вот большая часть этой хрени заброшена это тольятти фосфор недавно он у нас горел остатки производства короче дорого перерабатывать они все законсервированы ну сколько уже лет неизвестно это все при советском союзе было хотя она закрылась там втором третьем седьмом году короче ничего не перерабатывали вот они горят а горит он типа если с воздухом контакт заимеет то сразу воспламенится ну и вот они тушили а это все на город воняло весело было какая-то убер странная дорога разбитая где-то в посадке жесть я тут ни разу не был очень странно блин ребят попал в какие-то шрековы угодья все заросло здесь таблички продан какие-то старые халупы непонятные похожие на теплицы ужас что здесь происходит вообще эти дачи стоят на обстойнике справа там резервуар такой большой и там типа отстойник для всякой хрени с химзавода вроде бы везде таблички продают вот что это такое изгородь из колючей проволоки и веток так кум на камеры сел какое-то безумно дикое место отстойничек течет глубоко безумное место абсолютно я не понимаю где нахожусь камера села история продолжается значит я поднялся с этого широкого места думал тут дорога ну по картам тут дорога где чё куда я не знаю туда что ли спускаться я не смог выехать из этого болотника из этого болота еду не знаю где но я точно знаю что это спиртзавод ну значит я знаю где я еду бля дорога конечно бомба молодежь ребят уже в городе правда тут вообще не хотел появляться дорога такая отвратительная ну бля я в городе на часах 114 километров настроение отличное время хер знает сколько поездка заканчивается ребят 116 километров сил еще много много что было куропатки пчелы плутания орлы поля круто так что катайте ребят желательно не одни чтобы было весело всем пока пока Субтитры сделал DimaTorzok